Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео будет о моих новых ароматах, о новых парфюмерных флаконах. У меня появилось два новых аромата нишевых. Один аромат винтажный я открыла вот прям на днях и уже его попробовала поносить. Он очень интересен. И также я вам расскажу о пробнике, который мне дали в подарок. Мне он понравился, и поэтому я хотела поделиться с вами своим мнением. Первый аромат, который я вам хочу показать, я его уже показывала в видео о подарках, но покажу еще раз. Это Radio Bombay от компании DS & Durka. Покажу вам аромат DS & Durka Radio Bombay. Вот так выглядит коробка. Здесь логотип бренда, здесь тоже логотип, инициалы. И здесь Radio Bombay, описание и ноты. Ну, все условно, все как бы такое полуразмытое, полунамеком. Выдвигаем ящик, и внутри у нас хранится наш флакон Radio Bombay. Здесь описание всех ароматов этого дома. Мне понравился этот вкладыш, потому что, придя домой со своим ароматом, вы можете еще изучить и прочитать обо всех ароматах этого дома. Очень удобно. И вот такой вот флакон Radio Bombay DS & Durka, 50 мл. Очень лаконичный, стильный дизайн. Radio Bombay. Это аромат о сандале. Я люблю очень ноту сандала в парфюмерии. Она мне близка, она меня согревает, она меня успокаивает, умиротворяет. Ну, в общем, знаете, это такое... Если, например, нота туберозы может меня как-то дестроить, как-то меня вот нарушить какой-то мой покой, нарушить мою, не знаю, внутреннюю атмосферу, то сандал, наоборот, он как-то меня собирает, группирует, успокаивает, если надо. Это обожаю. Обожаю этот аромат, обожаю ноту сандала. Вот здесь сандал, который я люблю. Он мягкий, нежный, кремовый, в меру такой древесный, в меру терпкий. Иногда я здесь слышу еще кокос, и иногда я здесь слышу такую шероховатость персиков или абрикосов. Я не знаю. Что-то такое. Аромат, если вы хотите аромата, которым вы войдете в комнату и вот все вокруг будет лакухать, заполните с собой все пространство, вам не сюда. Аромат, я бы сказала, тихий. В моей коллекции ароматов тихих очень мало. Но вот этот один из них, и я сначала немножечко разочаровалась. Потому что, когда я его пробовала в магазине, мне показалось, что он очень яркий, очень громкий. Но, поносив его, понимаешь, что он сидит очень близко к коже. Он не очень шлейфовый. Хотя иногда он проявляет себя. Я не знаю, от чего это зависит. Может быть, от каких-то климатических изменений. Может быть, от вашего эмоционального состояния. То есть, весь день, проходив в этом аромате, я иногда буквально о нем забывала. Иногда он просто волной накрывал меня и окружающих тоже. И спрашивали, ой, ты сегодня в каком-то новом аромате. Вот он интересный именно этим. Мне кажется, он подойдет идеально вот куда-то в спокойные какие-то пространства. Сантал, офис, работает, вот все вот сюда. Он такой спокойный, благородный, эффектный в меру и необычный. Он неизбитый аромат. Чем-то слегка мне напомнил аромат Сантал 33 от Лилаба. Но Лилаба, вот он, знаете, есть в нем вот какая-то вот такая кислота, не кислота, а солоноватость. Вот Сантал, нота Сантал, она может давать эту солоноватость, рассольность, может быть, как многие говорят. Вот Сантал 33 это есть. Здесь этого совершенно нет. Здесь, может быть, за счет кокоса это скрашивается. Может быть, за счет каких-то более молочных нот, я не знаю. Вот он нерассольный совершенно, если мы говорим вот о ноте Сантала в этом ключе. Красивый аромат, красивый парфюмерный дом. DS&Durga, семейный дом, семейная пара, очень стильные, очень красивые, молодые ребята. Вот смотришь на них, прям ты радуешься. Вот они делают то, что хотят делать, это прекрасно. Посмотрите их, если будет возможность, их интернет-страницу, их инстаграм, и, может быть, просто погуглите DS&Durga. Прикольные, очень прикольные, мне нравятся. Еще несколько ароматов у этого дома меня, так сказать, зацепили. Ну, живем, увидим. Вот пока я довольна этим ароматом. Он еще выступает прекрасным спутником с другими, в паре. Он очень хорошо дружит, и он прекрасная база. Вот, то есть он аромат, который в течение дня особенно не меняется. То есть вот он как от начала до конца, он такой вот стройный, гладкий, спокойный, умиротворенный. Но, если вы наслаиваете на него какой-то другой аромат, база этого аромата перекроет все. Вот он, ну вот что-то в нем такое есть, специфический, красивый, приятный. Мне нравится. Если любите сандал, попробуйте. Мне очень понравилось. DS&Durga, мой новый аромат, радио Бомбей. Следующий аромат, который я давно хотела себе приобрести, не конкретно этот, просто аромат от этого дома. Это дом Орта Париси. И вот он, мой аромат, Симиналис от Орта Париси. И сейчас я вам покажу, как выглядит упаковка внутри. Ну, это, конечно, провокация. Аромат великолепен и прекрасен. Вот такой вот чудесный флакон. Очень лаконичный, тяжелый, красивая такая золотистая жидкость. Массивная крышка тяжелая. Ну, все очень хорошо сделано, красиво. Здесь 50 миллилитров. И вот наша упаковка. Вот такое чудесное наполнение. Ничего общего с ароматом не имеющее, но очень провокационное. Ну что же, и вот мой аромат. Симиналис от Орта Париси и прекрасного, восхитительного художника Александра Гальтьери. Я в свое время в бутике, конечно же, первыми познакомилась с Назамата. Назамата тоже его авторство, его нос. И вот пришло время, наверное, познакомиться более плотно, более близко с Орта Париси. Орта Париси – это сад Александра Гальтьери, который он взращивает. Это такой проект, который он взращивает, в котором собирает урожай, удобряет его и так далее. Как считает сам автор, человеческое тело – это сад. И часть человеческого тела, которые источают самый такой яркий аромат, именно в этих частях сосредоточена большая часть нашей души. Ну, это вот такая вот, знаете, такой вот предпосыл к этой линейке. И вот Орта Париси как раз проект этого сада, этого урожая и нашего тела с вами. Для меня все ароматы, которые я попробовала, я попробовала всю линейку, которая там была представлена, там, по-моему, двух не было, они меня выбили немножко из колеи. То есть я не ожидала такой мощи, я не ожидала такой яркости, я не ожидала такого напора. То есть вот вы нюхаете и вы реально хотите себе вот всю линейку. Я не могу такого сказать о назомата, потому что там все-таки ты понимаешь сразу, или это твое, или нет. Здесь я бы практически все взяла себе сразу. Но именно этот аромат меня покорил больше всего, семинарис. Я нанесла его сюда, мы пошли на ланч. И вот когда я общалась с друзьями, они говорят, слушай, вокруг, вот просто вокруг тебя вот этот вот аромат. Это что-то было грандиозное. То есть мне казалось, что вот в кафе все его уже слышат и все его чувствуют. Это потрясающее такое ощущение. Аромат, семинарис, выделение, я не знаю, как это перевести, погуглите, там есть точное определение. Это вообще не об этом. Это не об этом, это какая-то, знаете, сладко-соленая взрывная субстанция. Его сложно назвать духами, его сложно назвать там парфюмом, запахом. Это что-то такое реально очень телесное, очень животное, очень ваше. Вот твое. Когда я его нанесла, мне вот, вы знаете, вот он со мной слился. Мне захотелось так пахнуть, мне захотелось, чтобы вот от меня исходил именно этот запах. Он прекрасный, он восхитительный, он очень мощный, очень стойкий. Три дня уже держится. У меня после миллиона душ, после тренировки, я когда делала тренировку дома, как раз вот у меня был этот аромат, первый раз я его нанесла, я уже пришла с ним домой. Пришел муж, я говорю, ну как тебе мой новый аромат, и тяну к нему руку, чтобы он понюхал. Он говорит, слушай, не надо, я это чувствую. Вот он говорит, я вошел, и просто вот весь вот, вся квартира, все пространство, вот оно пахло так. Ну, плюс я еще занималась, да. Это именно то, если вы хотите зайти в комнату и заполнить с собой всю эту комнату, вам сюда. Я не представляю, в какой дозировке его нужно наносить. Вот я вам говорю, один пшик вот сюда, три дня держался. Это что-то необыкновенное. В начале он, ну, я не могу рассказать, вот какие там ноты, да. Наверное, там существует какой-то мускус присутствует, такой, причем животный, не грязный. Но тоже тут особенности кожи. На моей коже очень красивый, такой слоноватый, но не грязный мускус. Молочность, карамельность. Не знаю, что еще. Вот-вот не знаю, что еще, но это прекрасно. Вот это какая-то, ну, не знаю, феерия. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Я, конечно, не рекомендовала бы ни в коем случае заказывать ортопориде вслепую. Потому что это все нужно наносить на кожу, на блоттере, на бумажке. Блоттер, блоттер. Тоже звучит странно, но вот на коже это восторг. Я вот, знаете, я все так эмоционально рассказываю, потому что я вот нашла вот что-то такое прям потрясающее. Другие тоже хотелось бы мне попробовать разносить больше. Со временем, я думаю, у меня это получится. Вот такая у меня еще новинка появилась в ортопориде. Сбивчиво рассказала, но вот пока вот это мои такие самые-самые-самые эмоции. Первые и самые, наверное, правильные. Следующий аромат, который у меня был, но я его открыла год спустя после того, как я его приобрела, это Жан Пату. Вот такой вот аромат винтажный. Открою вместе с вами мой аромат от Жанна Пату 1000. У меня он уже хранится давно, вот в таком красивом бархатном оформлении в кейсе. Вот его код, если кто-то разбирается, посмотрите. Можно его пробить в интернете, посмотреть точное время изготовления этого аромата. Вот так он выглядит, уже такой потертый старичок-малыш. Сейчас мы срежем вот эти вот ленточки. Не ленточки. Так вот, мы попали в наши ленты, нашу леску, срезали. Ну, теперь, по идее, она должна просто выдвинуться. Вуаля! Процесс пошел. Крутится, но не открывается. Yes, мы ее открыли. Вот он чудесный. Жан Пату. Какой запах. Тысяча. Жан Пату 1000. О аромате расскажу чуть позднее. Прелесть моя. Ну что же, вот он, красивый маленький миниатюрный флакон духов, чистых духов. И вот даже не открывая крышку, я слышу этот аромат, чувствую. Это ретро. Это очень ретро. Ребята, он очень ретро. Я не знаю, может быть, он долго настаивался. Может быть, он более легкий, более, ну, в оригинале, да, вот когда вот только он свежий, скажем так, свежий. Он свежий, он не испорченный, не испортился, ничего. Он классный. Но если вы любите ретро, то вам, конечно, понравится. Я чувствую в нем мыльность, и даже и при вот, несмотря на то, что эта мыльность присутствует, я чувствую в нем какую-то долю шипровости. Шипра. Я не знаю, шипр это или не шипр. Много цветов, много мыла. Может быть, это альдегида присутствует здесь. Я наносила его немножко сюда. Давайте я еще раз открою. Очень маслянистая субстанция. Очень такая... Вот предыдущие два аромата, о которых я вам рассказывала, это современные. Это низшая, это такая, знаете, экспериментальная платформа. Это классика. Это очень классично звучащий цветочный аромат. Может быть, цветочно-шипровый аромат. Красивый. А не знаю даже, с чем его сравнить. Чувствую здесь стебли, наверное, больше. Даже не цветы, а стебли. И, наверное, все-таки это жасмин. Очень такой горький жасмин, знаете. Вот бывает жасмин такой кремовый, легкий. А вот это вот такая горечь жасмина, горечь стеблей. И мыло. Красивый кусок белого винтажного мыла. Хорош. Очень хорош. Буду пользоваться иногда намазом. Мне кажется, он такой на выход. Очень парадный. Очень такой торжественный аромат. Нет, не на каждый день. Красиво. Я не жалею, что я его раскрыла наконец-то. Ну, не знаю. Не было как-то вот у меня правильной эмоции, чтобы его вовремя раскрыть. Все. Убираю его в домик. Теперь у меня жанпату 1000 вскрыт. И бонусом. Вот такой аромат я получила в подарок. Это аромат от Bayreda Sandazet. Он новинка. Это новинка от Bayreda. Здесь у меня 2 мл. Я утром как-то перед работой думаю, ну, новинка, надо ее попробовать. И нанесла его вот на работу. Я его слышала весь день. Очень-очень стойкий. Очень-очень шлейфовый. Ребята, вот он громкий. Несмотря на название Sandazet, ну, то есть, что-то такое сразу, вы представляете, летнее. Летние ароматы, как правило, они свежие, легкие, полупрозрачные, водянистые, цитрусовые. Здесь есть цитрусы. Вначале это вот бьющие прям в нос цитрусы. Апельсины, лимоны, грейпфруты. Ну, все-все-все вот эти цитрусовые круги, они здесь присутствуют. А дальше, дальше меня ждал просто сюрприз. Я очень люблю нероли. Но нероли очень сложно найти вот такие, чтобы вот они вас, ну, откровенно не раздражали. Я, например, ну, зачастую нероли мне не очень нравятся. То есть, в них присутствует какая-то такая нота, которая меня отталкивает от аромата с нероли. Но вот здесь с нероли просто потрясающий. Цитрусовый. С нероли, может быть, с мускусом, да, скорее всего, там есть мускус. Сейчас мускус, по-моему, везде уже кладу. Он очень какой-то вроде бы и понятный аромат. И в то же время вот интересный, его хочется слушать, его хочется носить. Я даже хотела себе его сразу приобрести, купить. Но у нас сейчас зима. И мне он как бы не особо нужен, потому что зимой этот аромат, но он не принесет вам такого удовольствия, какое он вам принесет летом в жаркий день на море или там ранним летним утром, где угодно. Вот лето. Ему нужно лето. Ему нужен солнце, ему нужен солоноватый, может быть, воздух, если вы где-то у моря живете. Ему все-все-все это нужно, это тепло. А сейчас он как бы мне вообще не актуален, потому что у нас уже все дело идет к зиме, уже по холодам и дождливо. Ну, в общем, нет. Sun Dazed рекомендую за тесту в любом случае. Вот в любом случае. Если вам нравятся цитрусы, пожалуйста. Если вам нравятся нероли, пожалуйста. Если вы ищете какой-то сочный, такой вот прям, такой вот летний мега аромат, попробуйте, попробуйте. Мне кажется, он многим должен понравиться. Стильный. Вот он еще стильный. Чем мне нравится Байреда? Они делают понятную парфюмерию. Может быть, слегка завышенную в ценнике. Но, слушайте, это ниша, это... Ну, не знаю, короче. Они делают стильно. Они делают стильно, они делают носибельно, они делают как-то вот... Ну, скучно, наверное. Так что вот обратите внимание, Sun Dazed от Байреда. Я бы рекомендовала к затесту именно, если ищете аромат на лето какой-то вот такой прям, необычный, клевый, новый. И если вы любите нероли, и... Цитрус. На этом все. Такой вот у меня получился сегодня обзор. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, если знакомы с этими брендами, если знакомы с особенно сорта Паризи, какие ароматы вам нравятся у этого парфюмерного дома, как вы их носите, как вы их дозируете. Потому что я вот два раза только наносила, по одному пшику, и... Это все. Конечно, это аромат, вот он моноаромат, его нельзя мешать вообще ни с чем. То есть он кричит, он заполняет собой все. Прекрасно, 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 прекрасно. Люблю. Все. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok